И 13 ноября вся республика отметит 80-летие первого президента государственного советника республики Саха-Якутия, духовного лидера якутян Михаила Ефимовича Николаева. На его родине в Хангаласском Улусе к юбилейной дате готовится с особым волнением. Не исключение, это Покровская музыкальная школа, в которой успешно реализуется общественный, общеизвестный проект Михаила Ефимовича «Музыка для всех». Как живет и чем дышит старейшая школа республики в новом современном здании, смотрите в нашем следующем сюжете. Оля Батагина занимается в Покровской музыкальной школе 5 лет. За это время успела стать мауреатом республиканских конкурсов и в будущем решила непременно стать музыкантом. После школы я очень быстро иду в музыкальную школу, и мы здесь занимаемся. Мне очень нравится, потому что, мне кажется, это мое, и я хочу в будущем стать пианисткой. Покровская музыкальная школа – настоящий храм высокого искусства. С самого порога здесь чувствуется любовь к возвышенной красоте, духовной силе музыки. Новое здание было введено в эксплуатацию в этом году, и сейчас в такой атмосфере повысилось в разы и качество услуг, и количество воспитанников. Первый возглас детей, когда они вступили прямо на порог новой школы, было такое восхищение прямо, как красиво они прямо таким восклицанием заходили. Конечно, благодаря учредителю, а учредителю у нас администрации Хангавасский УЛОС, во главе Гаврилы Юрьевича, конечно, очень большую работу провели. В Хангавасском УЛОСе – это один из многих объектов, введенных за последнее время. Такой темп строительства держится благодаря совместной подотворной работе руководства республики и района. Мы начали эти работы в конце 2016 года. Подрядчиками здесь выступал наше предприятие, завод базальтовых материалов. Мы представили и с подрядчиками здесь была дизайнерская фирма «Айтау». Мы оформили бюджетный кредит Министерству финансов нашей республики для того, чтобы этот объект докончить. И вот в феврале 2017 года мы его открыли. Знание действительно, я считаю, получилось очень хорошим. Нашим депутатам, напоминаем, огромное спасибо правительству нашей республики. И думаю, что для детей Хангавасска УЛОСа мы получили очень такой символический объект. Музыкальную школу с удовольствием возвращается уже в качестве специалиста-выпускники. Приезжают специалисты из других городов России. Поступила в Москву в университет культуры на очное отделение, на отделение музыкальной педагогики. И вот два года назад я закончила с красным дипломом. И вот уже я тут четвертый год, нисколько не жалею, все очень нравится. Тем более сейчас в таких условиях, как у нас. Школа идет в ногу со временем. Реализуются новые проекты, такие как отделение раннего развития, где занимаются с детьми с четырех лет. Ну и, безусловно, успешно работает проект «Музыка для всех». Проект «Музыка для всех», можно сказать, очень позитивно повлияло на развитие вообще художественного образования. Потому что с реализацией, с успешным продвижением этого проекта больше детей стало. Мы сотрудничаем с высшей школой музыки. Вот потом, значит, идет сотрудничество с Якутским музыкальным колледжем. Ну и совместная работа идет по проекту «Музыка для всех». Музыкальная школа, работающая с 1958 года, выпустила десятки тысяч музыкантов, работающих в разных уголках республики и других городах России. Не перечесть всех наград и достижений воспитанников на республиканском, российском, международном уровне. Коллектив активно сотрудничает с другими регионами и зарубежными странами. Уверены, что в новом здании тавант воспитанников раскроется всеми гранями. И мы еще не раз услышим об успехах юных музыкантов Покровской музыкальной школы.